Друзья, хотите узнать от людей с медицинским образованием, нутрициологов, диетологов, людей тренирующих спортсменов мирового уровня о том, что такое глютен, БЦА и о периодическом голодании? Последние исследования буквально этого года и 2018. Люди практики и люди, постоянно обучающиеся, расскажут вам в трех роликах о этих вещах. Обязательно послушайте, чтобы вы не впадали в мракобесие, которое рассказывают нам некоторые блогеры, некоторые люди, которые берут на себя такую ответственность, и смелость говорить о том, что одно вредно, а другое не работает. Смотрим. Друзья, снова приветствуем вас. Мы все той же компанией. Маша, Дэниел, Стефан и я, ваш покорный слуга. Не пропустите, мы говорили с вами в предыдущем ролике о глютене. Для тех, кто не знает, что это такое и с чем его идят, обязательно посмотрите, чтобы не тратить лишние деньги. А сегодня мы затронем следующий животрепещущий вопрос. Тем более, что многие сейчас говорят о том, что БЦА бесполезна, приводят различные исследования. А вы знаете, что я всегда наоборот выступаю за то, что БЦА очень полезный и тренирующемуся, и человеку, ведущему очень активный образ жизни. К примеру, у человека, работающий физическим тяжелым трудом, ему необходимо принимать БЦА для того, чтобы хотя бы просто быть здоровым. И уж тем более, если вы хотите наращивать мышечную массу, хорошо восстанавливаться. Маша вот даже на диете принимала БЦА. И сегодня мы как раз таки с нашими специалистами затронем тему. Нужны ли, важны ли БЦА? Именно основываясь на последних современных исследованиях. И сегодня не только Стефан. Сегодня в гостях у нас еще и Маша. Вы ее знаете, кто смотрел мой канал. Кстати, поздравим Машу, она недавно выиграла Олимпию. Пока любительскую. Но ничего страшного. И друг Стефана. Стефан его представит сейчас, потому что я не забываю, как зовут сложное по-бразильски имя. Но человек очень грамотный. Он нутрициолог, диетолог и ведет бойцов ММА. Как зовут? Здравствуйте всем. Это наш друг Даниил Дезан. И он будет сказать о своей специальности. Я буду переводить. Пойдем. Пойдем. Здравствуйте. спорт бакалавр как примерно как физическая культура физическая культура и спорт бакалавр по питание диетологии диетологии люди переводится о а из специализации специализация по физиологии спорта по спортивное питание тоже специальный специалист по спортивное питание 3 сам клиника на сада еще специализацию сделала по глубокий и спортивное питание как адвент как было сказать принципе подразумеваем диетологию на основе одного из медицинских образований потому что что есть очень много диетологов понимаешь то есть у меня диетология идет на базе медицинского образования даже если мы называем врач-диетолог врач-диетолог магистр а спорт подготовка спортсмена высший класс и уже в последний год в аспирантура программа в испании лиссабон лиссабон до сих пор еще повышает квалификацию да на печь не чтобы получить на доктор декрет на как я не пищу я спереду аспиран переводится печь в сша да но кандидат наук кандидат наук то есть вы понимаете что пригласили специально людей которые не просто будут сегодня говорить а тема сегодня очень животрепещущие маши расскажи о своем опыте в принципе у меня погромче опыт приема бца уже 15 лет да то есть все мои последние соревнования все подготовки всеми сезоне были сделаны с вместе то есть это одна из моих основных спортивных добавок в принципе а я могу сослаться на свои личные ощущения и сказать что да мне дает это больше энергии мне помогает это восстанавливать восстанавливаться между тренировками особенно на подготовке это утро вечер иногда еще 3 тренировка в течение дня то есть это очень доходило до трех тренировок до последнюю олимпию я готовилась у меня было три тренировки в день то есть они были достаточно короткие по 40 минут на это было три тренировки вот и бца присутствовали в рационе ну скажем так до 50 грамм вот одна из проблем очень опять же многие могут сказать да это твои личные ощущения это не показать на самом деле я соглашусь личные ощущения это личные ощущения опять же есть фактор подходит добавка или не подходит какого качества вы принимаете эту добавку это тоже во первую очередь дешевых бца не бывает кстати говоря в моем личном опыте я принимаю бца который не содержит никаких химических примесей не красители не красители не вкусовых добавок а потом фотографии этих названия а как же фирмы потому что люди называются американская фирма они не отошли в европу это точно фирма называется черный фишин в европе право в россии вот дело в том что у другой фирмы infinite love когда-то эта фирма была на рынках россии я так понимаю сейчас они прекратили опять же пересылки я знакома с хозяином этой фирмы а вот у них точно также были в банках в порошке эти абсолютно без добавок бца то есть они горькие они неприятны но это показатель того что это правильное это фармакологическое качество то есть это то что вы получите например с медицинского завода по производству лекарств это действительно хорошее качество и очень много исследований исследований здесь в америке мы не будем давать ссылки ну как бы если кто-то на английском мы можем отослать и ради бога вообще изучает платные ресурсы смысл давать ссылки но я вам скажу что за последние два года было проведено очень много исследователей исследований с популярных в популярных университетах как гарвард а вот наш кайзер тоже проводил это эти исследования бьюти да то есть они занимались практическим воздействием спортивных добавок технологии спорта до технологии спортивного питания в достижении спортивных целей и очень много статей на тему что кстати говоря немножко поменялась информация если раньше эти бца считались незаменимыми аминокислотами все-таки пришли к выводу что что-то умеет вырабатываться что есть организм все-таки в каких-то долях микро долях умеет это все как-то держать содержать если нехватка есть он может синтезировать до карты не то чтобы как-то синтезировать но там очень какая-то хитрость в общем прожить мы без них можем это сто процентов поэтому все веганцы живы вы можете увидеть веганцы живы кроме детей многие дети на витрянстве уберу а не знаю про это но вегация многие взрослые все живы то есть это говорит о том что ну то есть мы можем без этого существовать конечно но в достижении спортивных результатов восстановления здоровья они нам нужны однозначно я только одну сделаю поправку чтобы вы понимали все знают есть такая проблема болезнь серьезная анорексия от него умирают очень много людей и вот для тех кто считает что быца вообще не рабочая добавка с тех пор как медицина ввела в клиническую практику использование быца для больных анорексии смертность уменьшилась на 35 процентов на 35 процентов это только к тому что быца работают но многие говорят а зачем нам когда мы принимаем дополнительно протеин когда мы едим мясо курицу рыбу яйца якобы нам не нужны быть за дополнительно но это тоже неправда друзья это неправильная информация неправильное восприятие сейчас стефан и дэнил расскажут что они знают о последних исследованиях а степан постоянно следит за исследованиями тем более кайзер юности постоянно изучают технологии медицинские связанные со спортом о чем я вам уже раньше рассказывал а сначала начинайма специалисты даниил пожалуйста а на вердаде а кидах мы говорим о контакте когда пессоа тем кунсуму депротеина кидах герами тонны 2 грамм депротеина пара гранди масса мускулар курицы а ну теряя мута эфикация потому что я вижу несколько комментариев наши люди там с дресси нас друзья сказали вот профессор силуяна сказал что бессея не нужны и так далее это зависит от количества общего количества протеин человек в день если человек принимает мало протеин там больше бессиану если человек получает больше протеин качество протеин на 2 грамм на каждый килограмм в день это так гидару геменщий бессиа но теряя мута а те поркебра в сей кунсу и масса мускулар почему потому что самый главный для именно для гипертрофии теперь конечно мы хотим и говорим о гипертрофии если наши люди хотят гипертрофии если говорим о бессиа мы обычно говорим только три аминокислоты а тогда когда мы принимаем либо уй-протеин либо мясо у нас есть все 20 аминокислоты тем не менее количество в день важно если человек чтобы было легче весит 100 килограмм нужно 200 грамм 200 грамм белка минимум вот именно хорошие сколько из них мы быца получим вот тоика да вот это не ворвоз и так и да вот уже можно более того чтобы было грамм айси у караа джатай до ухо 2 2 грамм ази там поэтому как то есть ли одна доза дырка если бы это не заходи альяя и янон и воркебе если ячо и альяя и ухо это депер и на дозе дону типа и я прям на гармонии алья дамы и и депертируя и дыреки и для галяя дырка и литаре да и вопрос. Какой вид протеина он принимает? Если он принимает только, допустим, либо куриную, либо какие-то... Есть, но они количество BCAA поменьше. Если он уже добавляет whey protein, но в хорошем качестве protein, а тогда уже уровень BCAA побольше, количество BCAA побольше, означает, что он должен меньше съесть. Тогда вопрос такой. Какое, не просто количество, уже говорили, 2 грамм на килограмм? Это белка. Белка, но качество от белки, если ты принимаешь уже какой в эту дву хороший whey protein, тогда уже BCAA уже побольше, тогда тебе не надо. Но если ты купишь дешевле whey protein, это означает, что BCAA нет. Скорее всего. Скорее всего. И тогда когда очень мало, и BCAA нет. Стефан, ну вот смотри, Маша выступающий спортсмен, ты знаешь, у меня в зале тренируются люди, выступающие на Олимпии, профессионалы, и мужчины, и женщины. И когда Маша сказал, что вроде бы неправильно говорить о личном опыте, но когда это личный опыт огромного количества выступающих спортсменов, которые, как вы думаете, достаточно белка кушают, мясо, протеин, они даже кушают не 2, они порой кушают 3,5 грамма белка на А, но они все равно принимают BCAA. И когда я спрашиваю почему, они даже не говорят о гипертрофии. Спортсмен профессионал говорит, что ему легче переносить и о гипертрофии. А он говорит, что он на карине, он знает, что он монстр, то есть у него есть 3 грамма кг. И когда он в БСА, он будет лучше в течение, что это на фадига. Патиму! Это тоже исследование, которое мы выбрали для вас. Это International Journal of International Society of Sports Nutrition. Это очень большое учреждение в мире об спортивной питании. Что они говорили? Они говорили... Они говорили о том, что когда БСА принимает... Почему так идет именно о чем ты говоришь? БСА помогает конкурировать для триптофона. И у триптофона, что... Это сенсация... Когда ты берешь триптофон, это сенсация о чем-то. И у тебя есть сенсация о чем-то. И у тебя есть сенсация о чем-то. Прекратить работу. Дает сигнал об усталости. Об усталости. А БСА идет, блокирует этот сигнал и скажет, нет, ты можешь дальше. И можно именно поэтому твои друзья и профессиональные... Они чувствуют, я чувствую, что я могу тренировать побольше, когда люди... И почаще. Если люди тренируются два раза в неделю, три раза в неделю, это не будет много смысла. Протеин уже достаточно. А человек тренируется два раза в день, шесть раз в неделю, эти люди будут чувствовать. Даже не так скажем. Скажем так, что человек, который занимается просто ради здоровья как физкультура, он может обойтись без БСА, принимая хорошие белки. Но если вы ставите перед собой какие-то цели, тем более стать массивнее, сильнее, великим спортсменом, то вам просто необходимы БСА, правильно? Да. Помогает в этом плане. А есть ли какие-нибудь нормы приема? Есть, есть. Я закончу. Маша, нужно уходить. Маша, спасибо тебе большое. Подожди, я закрыл видео. Мы будем без Маши дальше. Ей надо уже. Маша. Маша очень много учится и домашнее задание. Спасибо, Маша, давай, увидимся в зале. Пока. Теперь поставь туда ближе. Не отключай. Ближе. Подымь. Маша уходит. Возьми, я засережу. Мне потом расскажешь. Хорошо. И это последний. Ты еще раз снимете? Мы будем еще дальше. Маша уходит, мы продолжим. Окей. Посмотри. Здесь говорит о том, что BCAA помог для восстановления после тяжелой работы. Масло. Да. Не, не. Тяжелая работа. Например. Шахтеры, грузчики. Не, 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 не. Тяжелая работа на тренажер. На тренажер. На тренажер. На тренажер. Не. Любой тренинг. Но можно, например, ты сделал HIIT тренинг. High-intensity interval training. О, ты имеешь в виду физически тяжелого сердца. Да, да, да. Не, 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 не. Не, не, не. Так Маша почитает, она что понимает. Да. Просто, чтобы она поняла. Чтобы я уже поняла. Да, да, да. И посмотрели, что помогает, чтобы быстрее восстанавливается. Я был вегетарианом за 6 лет. И я беру 50, до 50 граммов BCAA каждый день. Это было потрясающе. Так вот это говорит. High-quality BCAA can replace protein itself. Да. И только это будет. Я уже кушаю все. Каролу кушаю. Но когда я вернулся, я вернулся к мясу. Да. Я использую 50 граммов BCAA. Просто вегетариан. И потом я вернулся к мясу. Все, Маша, иди. Все. Пока. Сколько берем? Один? Нет, это то же самое. Нет, это другое. Нет, это другое. Ну ты тогда это мне расскажешь. Это уже 17 годы. Это год назад. Это новое. Маша, тогда расскажешь мне? Хорошо, пока. Пока. Давай, спасибо. Спасибо. Спасибо вам. Пока. Ну что, мы проводили Машу и продолжим говорить о BCAA. Так как мы пришли к выводу, что BCAA для тех, кто тяжело тренируется, интенсивно тренируется, просто необходимы. Они помогают заступить за вашу выносливость, как нам Стефан объяснил, блокируя сигналы трептофана, которые он дает мозгу, что мы устали. Да. Это может сказать, что он допинг в таком понимании, да? Да, но натуральный допинг. Ну неважно. Допинг же бывает. Какие тоже можно считать допингами? Не, не, не. Завезы. Обычно, когда допинг... Подразумеваем, что типа вредно, да? Да. Плохо. Нет, это хорошее. Но BCAA, скажи тогда, они же не вредны для здоровья. Не возможно и токсикацию получить. О BCAA, не есть ничего, что вы видели, что это сидафекция, да? Сидафекция колатеральная, вы видели? Сидафекция колатеральная, нет. Я уже видел исследования, как я тебе говорила, и когда люди берут BCAA, например, только BCAA в пасс-тренинг, только BCAA, сидафекция, может быть, уникальный протеин, может быть, уникальный протеин, потому что нужно делать синтезы протеин. Сидафекция не только мускул, это мускул, клетки полный состав аминокислотных да это только три и есть исследование которые показали что люди даже похудели потеряли мышечную массу потому что и вот количество протеина всего не было достаточно и тогда бесяне по это большая проблема спроси вот данила что он поэтому считает 21 века люди сейчас недополучают белка мы переедаем углеводы жиры а белка у нас вообще мало это проблема, что сейчас происходит, что очень легко кем гурдуре и карбоидрат и протеины да он сказал что не только правильно что ты сказал но еще дороже протеины хорошие качества хорошие мясо дороже поэтому люди съедают больше жири либо углевод а с точки зрения практики вот дэниэл тренирует спортсменов мма прописывает им диету прописывает он им быца кардаба которые указывает у меня заинтересовала, а что это белка для 요즘 не вION и в есть литиловек в нем три месяца, мы знаем, что три месяца кемпания, да это Данил, у меня есть БЦА на моем dieta, потому что он стал acostumbrаться, но сейчас он не нужен. Дэж, если вы знаете, он помогает, что у меня есть видео, Родолфо Вьера, пяти кратно чемпион мира в Бразилии в Южицу, шокундуруа, шокундуруа, был чемпион в прайде, был чемпион в UFC, И человек писал им диету, и он даже спросил, Даниил, бесяна здесь нет, что случилось? Он сказал, что почему нет? Потому что три месяца соревнования означает, что диета ужесточается. Не-не, побольше, выше, четыре тысячи калорий, пять тысяч калорий, тогда бесяна очень важна, потому что много съедает, и организм восстанавливается. А когда начинает сближаться к соревнованиям, уже меньше жили, меньше углеводов, больше протеина и BCAA, чтобы восстановиться. И последний вопрос, во время тренировки, а еще расскажешь, как принимать BCAA, можно ли их пить с водой во время тренировки, или лучше все-таки, чтобы процессы метаболизма проходили, лучше чистую воду пить во время тренировки? Как бы в ресурсах черед Nein. Продолжение следует... Всегда BCAA вместо что-то, не просто чисто BCAA. А, с едой? Да, с едой. Либо... Не надо едой, а с макронутриентами. Либо чуть углеводов, либо с протеинами. Тогда добавляют BCAA, не чисто BCAA. Люди... И есть даже исследование, что BCAA вместе с углеводами хорошо. Именно для наших людей, которые хотят массу, тогда сделают BCAA вместе с углеводами. После тренировки съел банан. После тренировки люди. После тренировки люди. И немного раньше тоже. Да, но с теми тоже. Можно перед тренировкой и после тренировки. И даже это исследование... Хочешь, чтобы я сказал? Конечно. Окей. Я нашел исследование, которое было в мае 2017 года. Хорошее исследование. Говорит об американском журнале «Хороший по питанию», «Спортивное питание». И посмотрели, что они делали в интересном исследовании. Это мета-анализы. Знаешь, мета-анализы. Много исследований. И они начали от... Они начали от... По-моему... 70 исследований. 70 исследований? 70 исследований. 65 и 5. Потом посмотрели, что несколько... Когда они сделают... Поиск, как сказать, чтобы выбрать. Поиск. Когда поиски сделали. Посмотрели, что некоторые исследования. Они получаются в одном и том же месте. но они похожи и они начали убрать убрать потом они сделали только который хороший методология было это тоже селуенов много говорил то есть они убрали исследования которые которые не очень соответственно и получаешь только 8 хороших от 70 получает в конце только 8 хороших видишь иногда люди читают а без я не работа либо что-то не работает но есть еще 60 что-то следований которые тоже не показали но не хорошие исследования поэтому посмотреть как методология чтобы было плацебу чтобы имела в хорошей лаборатории аппаратура и получались тогда 8 чтобы исследование соответствовало научным требованиям и посмотрели что это следовали сказали что действительно помогает когда ты сделал любой работа очень сильно можно на нас на тренажерном зале можно в борьба можно любой который человек бокс не важно который сделать отказа человек чувствую что вставший принимает без я и ускоряет восстановление я не посмотрели прокурор именно почему так было много потом просто мало чтобы было крово анализ не просто как человек чувствую потому что могу чувство хорошо кровь очень важно но тогда уже скол и креотинки на засмотрели как деградации идет в мышц я не посмотрели что снизили деградации мышц тоже значит помимо восстановления пыльца еще и защищает мышцы от разрушения да вот друзья это очень очень важно да и маша тоже получила копию она будет читать будет читать и и смотр и по доза теперь чтобы мы заработали очень важно про дозировки до дозировки это дозировки от джорнов стрэншин кондишен и со сайта в спорт и нутришин один из лучших учреждений и они говорят о том что самый главный здесь это левсин 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 должен быть 45 миллиграммов 45 миллиграммов для каждый килограмм 45 на 1 килограмм веса вашего тела до в сутки человек весит 85 килограмм умножаем 85 на 45 получается 3 3 4 грамма около 4 граммов от левсин и это люди чтобы было 211 да это это очень важно это называется тоже я забыл как это сейчас называется но это важно чтобы печень не страдала лицин может быть говорят немножечко токсичен кстати спроси а вот такая формула лицин а 2 а валина и это лучшая формула которая еще формула поэтому посмотрите без я который есть 2 левсин и 1 изолюсин 1 вали другими словами если два грамма быца то один грамм это лицин а другой один грамм это 500 миллиграмм изолюцина и 500 грамм валина а этот если ты принимаешь столько левсина иногда можно купить колесина тогда можно 22 миллиграммов на килограмм примерно наполовину если только левсин тогда 2 грамма от исследования 2 грамма не только левсину лучше если 211 да все без я хорошим качества не нари для здоровья и около 4 граммов из эти весе 85 килограмм как мы говорили 45 миллиграмм на каждый килограмм так что друзья мы убедились как раз таки вы любите что были исследования что были люди которые непосредственно занимаются и живут спортом тренируют профессиональных спортсменов и бодибилдеров и бойцов мм и и все исследования современные которые мы вам предоставили вы можете их найти если вам это нужно можно еще отметка сделать да если ты непрофессионал начинай новичок тебе не надо без я нужно тренироваться нужно тренироваться нужно следить за количество 2 грамм на каждый килограмм от протеин белка это важно фанки кара и кенову как у вас не надо сходить не надо сходить не надо тренироваться надо тренироваться и иметь 2 грамма на каждый килограмм достать хорошо и чисто питаясь хорошо тренируясь на начальном этапе можно обходиться без добавок но наверное витамины нужны нет человек начинает на высоком уровне уровень чемпиона как мы говорим либо на диету что пусть очень тяжело тренируется помогает для мозг помогает для это предотвращает разрушение мышечной размещений восстанавливаться быстрее плюс анаболизм общая новая община болезнь друзья спасибо что смотрите надеюсь вам было интересно обязательно делитесь данными роликами своих соц сетях вам не сложно нам приятно пишите в комментариях какие темы вас интересуют чтобы мы обсудили в следующий раз всем пока спасибо за луна и хрена друзья в предыдущем ролике мы узнали о глютенин сегодня мы узнали всю правду о бца из последних исследований из последних источников от очень компетентных людей следующий раз мы с вами поговорим о периодическом голодании всем сухой мышечной массы и силы без травм